У старенького Баргузина начинается вторая жизнь автомобиля. Более десятка лет служил региональному управлению Роскомнадзора, а теперь поедет в зону проведения специальной военной операции. Техника простая, с одной стороны карбюраторная, там, понятно, диагностику проводить никто не будет, а так для быстрого ремонта очень даже. Фургон передадут в пользование медико-санитарной части для перевозки раненых, а внедорожник «Нива-Шевроле» будет в распоряжении разведчиков. Коллектив управления очень рад, что передаем транспорт. Данный транспорт сейчас необходим для решения задач в гуманитарных интересах, а также в сфере обороны и безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонских областях. Согласно постановлению правительства страны, федеральные структуры и госучреждения должны передать Народному фронту неиспользуемую или списанную технику для дальнейшей доставки в зону СВО. В основном это машины, срок службы которых подходит к концу, но они находятся в хорошем состоянии. Предпочтение отдается полноприводному транспорту, потому что в большинстве своем техника эксплуатируется на бездорожье. Но есть функции, которые можно выполнять и на гражданских автомобилях. Мы ждем в ближайшее время поступления новых договоров, для того, чтобы мы могли забрать автомобили у других ведомств. На каждой из этих автомобилей уже есть заявка. Сейчас получено всего четыре автомобиля, то есть один из них грузовой масса, еще один УАЗик Буханка, и вот две еще единицы техники мы забираем фактически сегодня. В ближайшее время пензенские госорганизации придадут Народному фронту еще 16 машин. Также помочь транспортным участникам специальной военной операции могут неравнодушные граждане, передав личные автомобили.